Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». Я и ведущий Дмитрий Аграновский. И сегодня мы поговорим о соотношении экономики, народа и власти. Почему во время достаточно тяжелого и очевидного экономического кризиса власть утверждает, что все в стране хорошо и, прямо сказать, не очень прислушивается к народу? Об этом мы поговорим с гостями нашей студии. Козырев Геннадий Иванович, профессор кафедры политической социологии РГГУ, доктор социологических наук. Гончаровский Павел Владимирович, социолог, эксперт Левада Центра. И Кудюкин Павел Михайлович, член Совета Конфедерации Труда России. Геннадий Иванович, глава правительства России Дмитрий Анатольевич Медведев, вообще человек, известный своим оптимизмом, говорит, что самые трудные времена позади, и Россия выходит на устойчивую траекторию роста. Как вам такая оценка? Согласны ли вы с ней? Ну, такая оценка мы уже слышим очень много времени. И вы понимаете, есть такое понятие в конфликтологии порог толерантности. Когда люди терпят, терпят, считают, что вот еще немножко, вот еще немножко. Но, тем не менее, сейчас уже в последнее время наблюдается определенное разочарование. Оно, конечно, было и раньше такое разочарование, а сейчас оно уже связано с поствыборным таким вот синдромом. Когда люди поняли, что это правительство остается надолго, что оно, по крайней мере, до президентских выборов 2018 года никуда не уйдет. И когда заявляют руководители правительства о том, что мы, в принципе, ничего менять не собираемся, мы потихоньку будем двигаться, то есть ожидать, что где-то что-то изменится, и вроде у нас тогда улучшится. И особенно специалисты понимают, что определенного прогресса ждать не придется, и поэтому возникает уже вот такое разочарование. Ну, а нет ли разочарования у народа, что вот действительно вроде бы все говорили, что рейтинг «Единой России» падает и опустился до достаточно низкого уровня, в результате после выборов она получает тотальное совершенно большинство в парламенте? И здесь есть разочарование, но вы знаете, это разочарование уже самого пассивного народа. Сам народ не пришел, основная масса народа не пришла на выборы. Очевидно, кто-то думал, что и так вроде бы все понятно, и от нас ничего не зависит. Вот, часть народа пассивно по своей, как говорится, я бы так сказал, природе, это, наверное, треть, вот, ну, по крайней мере, тогда, когда была какая-то интрига, вот, в прошлом году, то есть в прошлый выбор, в 2011 году, и тогда было более 60 процентов, и тогда действительно была интрига, вот, но после этого, очевидно, настало какое-то разочарование, люди поняли, что, очевидно, ничего, наверное, не изменится. Павел Михайлович, ну, вот, одним из главных достижений нам преподносят правительство, естественно, низкую инфляцию, порядка 6 процентов, но ведь она достигается за счет сжатия денежной массы, за счет того, что не индексируются пенсии и различные другие доходы, а темпы роста цен почему-то, ну, на мой взгляд, субъективные, они гораздо выше темпа роста инфляции. Вот этот разрыв, он сколько может продолжаться? Ну, как показывает опыт, он может длиться, не только российский, но и мировой, он может длиться достаточно долго. Действительно, если считать инфляцию не только так, как ее считает Росстат, но, скажем, по потребительской корзинке основной части населения, то, конечно, там разница с официальной инфляцией, ну, как минимум, где-то в 2,5-3 раза. Вот, то есть цены растут очень быстро, и люди на своих карманах это чувствуют, но у нас, можно говорить, что это позитивная черта, можно очень негативно относиться, действительно удивительная способность выживать, накопленная поколениями, как бы возобновленная в 90-х годах, и сейчас опять мы вспоминаем это искусство выживания. Вот, в этом отношении, как бы, консерваторы очень любят восхищаться долготерпением русского народа. С моей точки зрения, это, конечно, наше проклятие национальное, что мы чересчур терпеливы. Степан Владимирович, а действительно ли, по вашим исследованиям, русский народ такой терпеливый, и действительно ли он так позитивно относится к тому, что сейчас делает власть, с пониманием, ждет каких-то положительных результатов, или это просто соответствующая структура управления, которая очень умело уничтожает, снимает всякие попытки что-то изменить? Ну, смотрите, то есть надежды уже сейчас стало намного меньше, потому что люди, они видят, что фактически ничего не меняется. Другое дело, что почему они такие пассивные в политическом смысле, почему они не ходят на выборы? Потому что они не принимают правила игры, которые сейчас есть. То есть приходят те, кто принимает эти правила. Другие понимают, что их голос не будет учтен, что они все равно ни на что не повлияют, и это вызывает такую демобилизацию, полную дезориентацию какую-то. Люди действительно у нас терпеливы и готовы ждать и терпеть дальше, но когда это закончится, это фактически будет уже непредсказуемо. Непредсказуемая энергия будет непонятно, в какую сторону направлена. Потому что люди готовы смиряться с ухудшением качества жизни, с тем, что у них зарплаты становятся меньше, с тем, что меньше пенсии. Но каковы эти пределы сжатия и что они в итоге, к чему они приведут? Ну, пока что мы видим, что это приводит к тому, что люди фактически не имеют какой-то иной стратегии выживания, кроме как надежды на государство. То есть государство, оно, поддерживая вот это состояние бедности, не знаю, случайно так совпало, или это целенаправленная политика, здесь, я думаю, и есть и то, и другое. То есть когда есть зависимость населения от государства, им намного легче управлять. Но когда, например, государство будет не в состоянии выполнять свои социальные функции, обеспечивать не хоть самым необходимым людей, то тут уже люди будут не готовы к тому, чтобы как-то сразу переключиться на самообеспечение, на как-то самовыживание. И что будет дальше, уже очень трудно предсказать. Ну, в России, кстати, историческая роль государства всегда была велика. И когда государство провисало, происходили разные неприятные для власти события. Геннадий Иванович, внешняя политика, в отличие от внутренней, она считается у нас в последнее время успешной. Иногда даже сложно с этим спорить. Вот не так давно прошел саммит БРИКС. Все оценки исключительно положительные. Мы заняли там законное место в этом БРИКСе. Но а хорошо ли это? Ведь там Бразилия, ЮАР, Индия, Китай. Ну, Китай, ладно, Китай успешно развивается. Но остальные страны, с которыми мы раньше, как говорится, и близко не стояли, мы были намного выше. Вот это вообще хорошо, что Россия действительно заняла свое место, будучи одной из самых великих держав ведущих, теперь заняла свое место почетное среди развивающихся государств. Я думаю, немножко надо добавить к то, что сказал мой коллега по поводу долготерпения народа. В значительной степени этому долготерпению также и способствует то, что внешняя политика, или вернее, обстановка во вне России очень неспокойная. Ну, допустим, то, что случилось на Украине, мы видим реальную, воочию. Это там наши братья, наши родственники находятся там. И вот как раз вот эта ситуация, она, в принципе, на руку и также правящему классу у нас в стране. Почему? Потому что можно сказать, ну что, вы вот хотите такого же беспорядка, вот то, что произошло на Украине, этот Майдан и бесконечные какие-то там шествия, или, допустим, война на Донбассе, это во-первых. Во-вторых, в Сирии тоже неоднозначная ситуация, и где наши вооруженные силы, ну, в основном, авиация, показывает тоже доблесть и, в общем-то, образцы, будем говорить, военного патриотизма. И вот эта хорроризация, то есть наведение страха на население, когда население видит, что действительно неспокойно и надо сплотиться вокруг власти, оно все-таки тоже в значительной степени повышает легитимность нашей власти, особенно президента, и мы видим, как вот подымался рейтинг президента. Допустим, присоединение Крыма произошло в 2014 году, и рейтинг президента взлетел до 80... Кстати, тут можно напомнить, что в 2011 году, в 2012 он был довольно низкий. Да, довольно низкий, да. А он взлетел до 82%, я помню, да. Потом случилась Сирия через там год с небольшим, и уже рейтинг стал 91 с чем-то процентом, да, кажется? Да, я немножко дополню, потому что действительно, то есть это все на руку действующей власти, это внешняя политика, и стоит отметить, что сейчас люди стали уставать от внешней политики все-таки. И вот то снижение доверия к институтам власти, которое мы заметили, оно в том числе потому, что Сирия уже не может замещать Украину в плане мобилизации людей, в плане мобилизации их эмоционального состояния. И к тому же Сирия началась уже год назад, то есть когда только начинался, еще был какой-то такой взрыв. Ну мы, кстати, об этом еще отдельно поговорим. Это важная тема. Если вернуться все-таки к Бриксу, хорошо ли, что мы заняли такое почетное место среди этих стран, очень хороших, уважаемых, но развивающихся? Если вернуться уже непосредственно к тому положению, которое мы занимаем в мире, а нам просто ничего не остается делать. Дело в том, что или мы так сами, как говорится, поставили себя в мире, или мир настолько обострился, то, что Россию поставили, можно сказать, в угол. Мы знаем, что фактически мир, который создали западные страны, он свой мир, это западный мир. И мы знаем, что многие столетия фактически вокруг этого мира вертелась ось, как говорится, мироздания. А в настоящее время все-таки есть определенное изменение позиций. И нам ничего не остается делать, как присоединиться к другому миру, потому что там нам не оказалось места. Нас выгнали фактически из ПАСЭ, из других организаций. Даже уже стоит вопрос, а вообще не лишить ли нас права в Совете Безопасности ООН, то есть в ООН, который мы создавали сами, и Францию туда затащили, хотя она фактически проигравшей стороной была. То есть вообще вот парадокс. И при том французы в большей степени, как говорит, стараются голосить о том, что надо Россию наказать. Ну, совести не хватает у этих французов. Мы столько раз в истории после их пакости, после наполеоновских войн, после других каких-то войн выручали Францию, а теперь она вот заявляет такие вещи. Поэтому нам ничего не остается делать, как присоединяться к, может быть, развивающим странам и строить свой мир. И фактически в этом я вижу положительное действие. Почему? Потому что плохо, бедно, но тем не менее этот мир создается. Уже создаются какие-то правила игры. Первое время смеялись над этим Бриксом, над Шоссом, что они ни на что не влияют. Но все-таки этот смех уже, как говорится, проходит. Потому что Запад встревожен не на шутку. Потому что на Западе все неспокойно. И с надплывом мигрантов, с различными терактами. А этот мир все-таки, как-никак, половина населения, треть валового этого продукта выпускается. Поэтому я думаю, что если мы хотим создавать все-таки какой-то свой мир, по крайней мере, там, где нас будут уважать, по крайней мере, и сажать за один стол, а не в угол ставить при каждом разе, то я думаю, что мы идем в правильном пути. Павел Михайлович. Ну, я бы отметил еще один аспект. В Бриксе Россия занимает, в общем-то, очень слабую позицию. Потому что у нас, как бы, если это в основном достаточно динамично растущее, несмотря на проблемы страны, Россия страна со стагнирующей экономикой. Вот у нас, в принципе, чем мы могли бы подкрепить свою позицию внутри Брикса? Как бы остатки инновационного потенциала, который мы, к сожалению, очень быстро растрачиваем. Действительно, мы можем дать то, что трудно дать Бразилии, Южной Африке. Уже во многом начинают давать Индия и Китай. Действительно, новые научно-технологические разработки. Но мы это стремительно теряем из-за политики нашего правительства. А может быть, потому что все-таки наши власти не оставляют надежд где-то снова вернуться к Западу, где-то опять занять роль сырьевого придатка? Ну, понимаете, они не то чтобы мечтают о том, чтобы иметь... Собственно, эта роль сырьевого придатка никуда не уходила. Помните, кстати, очень интересный диалог президента с руководителем Роснефти. Президент говорит, а не сократить ли добычу нефти? Да ни за что отвечает Сечин. Потому что там есть вполне корыстные материальные интересы, которые заставляют сидеть на той самой пресловутой газо-нефтяной. Вот, кстати, опять же, Дмитрий Анатольевич Медведев, он говорит, что нам удалось удержаться от катастрофического сценария, потому что мы проявили некоторую жесткость, следовали вот этой либеральной концепции и не вступили на путь популизма, как от нас требовали левые и патриотические силы. А что такое вообще в политике популизм? Вот я вижу, все, что более-менее как-то ограничивает власть самого крупного, самого хищного капитала, считается популизмом. То есть любой шаг что, в сторону трудящихся, это популизм? Ну, понимаете, само слово популизм — это такая политическая ругалка. Действительно, популизмом можно называть любые политические программы, лозунги, призывы, которые мне, которые употребляют в свою популизму, не нравятся. Потому что в этом отношении его можно применять кому угодно. Ясно, что когда в условиях господства крупного, слитого с властью капитала, индонезийским языком выражаясь, кабиров, капиталистов-бюрократов, любые попытки как-то их обуздать, попытаться заставить их делиться, проводить политику хотя бы чуть-чуть, не в корыстных интересах вот этой вот узкой кучки, а в интересах, ну, хотя бы частично, в интересах большинства населения, тут же идут обвинения в популизме. Хотя, как бы, когда политические программы не подкреплены четким экономическим расчетом, ну, тогда иногда, может быть, совопопулизм может употребляться и не только ругательно, но и содержательно. Но, извините, а кто в нашей стране дает просчитанные экономические программы? Правительство тоже этого не дает. 25 лет у нас говорят о непопулярных реформах, о необходимости популярных реформ. Я все время жду, когда же, наконец, популярные эти реформы начнутся. Нет, как реформы в интересах большинства населения. Степан Владимирович, вот как раз о данных Левада-центра хотел бы поговорить. Левада-центр не только посчитал, но я посмел это опубликовать. Ну, в общем, данные ваши, они, наверное, понятны любой домохозяйке, любому человеку, кто просто ездит в транспорте, разговаривает с людьми о том, что органы власти, президент в меньшей степени, там, Государственная Дума, наверное, в наибольшей степени, они довольно здорово потеряли свои популярности. Вот действительно ли это так? Как вы проводили это исследование? И действительно, на каких органах власти это сказалось больше и почему? На каких меньше? Ну, то есть, это, наверное, значит, с того, что когда, как уже упомянули, после присоединения Крыма рейтинг президента взлетел вверх, он взлетел вверх не один, но потянул за собой и все другие, и государственные институты наверх, и правительство, и доверие Государственной Думе, и доверие губернаторам. То есть, здесь оказался такой эффект, что вот мы проводили групповые дискуссии с людьми, чтобы лучше понимать, что они вкладывают в понятие доверия, и что они в тот момент имели в виду, они говорят о том, что, говорили тогда, что вот, наконец, власть сделала что-то, что совпадает с интересами людей. То есть, присоединение Крыма воспринималось, как то, что, наконец, не народ и власть живут уже в параллельных мирах, а что вот, наконец, они вот в чем-то и совпали их интересы. И вот в связи с этим была такая высокая поддержка. Сейчас уже настроения по поводу присоединения Крыма, естественно, утряслись. В общем-то, ухудшающаяся экономическая ситуация сказывается и на том, что некоторые люди начинают говорить, а зачем нам, собственно, был Крым. Ну, я с вами, наверное, поспорю, потому что мы к Крыму привыкли, он уже наш. Я не говорю, что это очень распространено, но, тем не менее, стало таких разговоров больше, чем было раньше. И вообще получается, что вот этот момент единения власти и народа, он как бы уже прошел. И дальше уже начинают смотреть, в общем, а что осталось в сухом остатке. В сухом остатке получается то, что люди постепенно теряют уверенность, уже потеряли, собственно, уверенность в завтрашнем дне, а теперь они теряют какие-то элементы своего экономического благополучия материального, а власть, она, в общем, не стремится поворачиваться лицом к народу, а продолжает проводить какие-то там военные кампании за рубежом, еще что-то. И это уже не столь мобилизующе, как это было раньше. Ну, а вот если отставить пока военные кампании, а действительно выборы, ну, фактически не выборы, а ликвидация многопартийной системы, которая еще вдобавок была проведена совершенно неудобно для голосования времени, еще можно было в июле провести, или на Новый год с 31 на 1. Вот эти выборы, ну, люди же все видят. Они как сказались на популярности системы, на доверии к Государственной Думе? В отличие от выборов, которые были в 2011 году, люди подошли к этим выборам без каких-то надежд на изменения. То есть тогда они объективно были. Люди ждали, что что-то поменяется после этих выборов, потому что это был уже конец срока Медведева президентского, и, в общем-то, было ощущение того, что власть может достаточно сильно измениться. Затем вот эти настроения в 2011 году, разочарования тоже стали нарастать. Это было уже после того, как было объявлено о рокировке. Было понятно уже, что президентом станет Владимир Путин. И когда люди столкнулись с массовыми фальсификациями уже после парламентских выборов, это все сложилось в такую вот взрывоопасную обстановку. И часть людей, ну, мы не будем говорить, что значительная часть, все-таки это были люди достаточно, кто выходил на эти митинги. В основном это был такой средний класс, жители крупных городов. Вот это их сподвигло к тому, чтобы выйти, потому что они уже несколько лет до этого начали ощущать какой-то рост своего материального благополучия. И, в общем-то, появились другие потребности, кроме как удовлетворения базовых каких-то вещей. Они стали задумываться о том, как управляется страна, что они могут сделать. И вот здесь встретилась вот эта неготовность власти меняться и повышенные требования людей. Сейчас такой ситуации совершенно нет. Потому что, во-первых, Крым, он с одной стороны, ну, Украина, с одной стороны людей мобилизовала, а с другой стороны она убила какие-то политические амбиции людей. То есть люди, когда увидели, что им уже не нужно защищать свои интересы, вроде как власть их делает, они, в общем-то, рассредоточились. Ну и до этого, согласитесь, тоже была достаточно долгая кампания по дискредитации любого протестного движения, хоть либерального, хоть нелиберального. Ну, либеральное протестное движение «Справедливости ради» много сделало для своей дискредитации. Ну, тем не менее, власть сделала не меньше. Геннадий Иванович, вот по выражению одного из наших авторов, сейчас мы наблюдаем битву между телевизором и холодильником. Но я бы не стал телевизор называть как средство массовой манипуляции, а именно как средство массовой информации. Все-таки в телевизоре мы видим довольно позитивную картинку. Государство отстаивает свои интересы, прежде всего, на международной арене. А заглядывая в холодильник, мы видим картинку, скорее, депрессивную. Как вам кажется, кто в конечном итоге сейчас победит, если не произойдет никаких изменений? Ну, во-первых, по телевизору мы видим очень сильную, я бы так сказал, пиар-компанию по нагнетанию страхов. Но ведь эти страхи во многом справедливы. Эти страхи во многом справедливы. Но, тем не менее, мы в большинстве своими, если посмотреть различные ток-шоу, мы там рисуем таких бумажных драконов в виде каких-то гостей, которые приходят из Польши, из США, и начинаем всех хором кидать вот эти копии вот в этого бумажного дракона. И радуемся, когда попали точно. И этот дракон вдруг смутился, зашелестел своими вот этими бумажными крылышками. Мы говорим, ага, ату его, ату его. И, конечно, это уже давно всем надоело, потому что хорошо посмотреть разок один этот спектакль, два раза, но когда уже бесконечно вот это все показывать, то действительно люди вспоминают о холодильнике. И вот как раз здесь, вот дело в том, что борьба холодильника и телевизора, она, наверное, критический момент наступает тогда, когда открываешь холодильник, а то пусто. И если по телевизору ты без конца смотришь, эти шоу увеличиваются в размерах, как говорится, в геометрической прогрессии, и днем, и ночью уже они идут. Вот. А холодильник остается пустой. И мало того, когда правительство и президент в том числе не говорит, а каковы же перспективы, куда мы движемся. По сути дела правительство заняло позицию так, давайте мы все-таки еще отдохнем немножко, давайте мы подождем. Наверное, нефть еще повысится через какое-то время. То есть реформы фактически не предпринимаются. Те небольшие, может быть, скажем, подвижки в каких-то областях, в том числе в сельском хозяйстве хотя бы, где-то в машиностроении, где-то в военной технике, там есть успехи, безусловно. Вот. Они даже в большей степени или связаны с военным заказом, или делаются просто потому, что, ну, действительно, ну, нет другого импортозамещения, нет других продуктов, и мы, как говорится, делаем даже вопреки правительству, может быть, а не это. И вот отсутствие перспективы, вот оно, как говорится, самое, наверное, такое вот тяжелое для населения. Если тогда, возьмите советские годы, особенно первые годы, когда была какая-то четкая надежда, что мы строим коммунизм, и когда наши отцы и деды говорили, да, нам сейчас тяжело, ну, вот наше поколение, может быть, еще будет тяжело работать, но уже следующее поколение будет жить при коммунизме. Но результаты тогда были налицо. Да, да, вот такие результаты были налицо. А какова сейчас перспектива? Какова национальная идея? Если Путин заявляет, что национальная идея – это патриотизм, ну, извините меня, это абсурд, потому что патриотизм свойственен любому человеку в любом обществе. И в племени Мумбу-Юмбу он тоже отстаивает свою вот небольшую там прерию и пытается быть патриотом. Поэтому национальная идея – не может быть патриотизм. Это имманентные свойства любого человека в любой стране. А вот национальная идея, допустим, строительство справедливого общества. Ну, а какой справедливости мы можем говорить, когда у нас разрыв, такой огромный разрыв между доходами бедных и богатым, что, наверное, африканским странам не снилось. Вот, это по официальным данным где-то 16,5-17 процентов децильный коэффициент равняется, а не по официальным где-то 30-40 раз богатые и богаче. И, естественно, вот эта огромная пропасть между правящим классом и основной массой населения, она, как говорится, наиболее опасна для дальнейшего развития нашей страны. Павел Михайлович, действительно, раз уже заговорили о Путине, он себя позиционирует как патриот и государственник, и во многом так себя и ведет. И, в принципе, патриотизм... Он очень ведет, изображая патриоты и государственников. Ну, тут можно тоже, сейчас я договорю, тут можно тоже поспорить. Все-таки за последнее время, действительно, шаги для изменения роли России на мировой арене, они были произведены. Эти шаги достаточно серьезные, и во многом эти шаги даже необратимые. Но при этом внутри страны у нас продолжается абсолютно вся та же либеральная политика, сырьевого придатка, совершенно не изменившаяся практически с Гайдаровского времени. И, мне кажется, вот эти две политики, они входят в непримиримые противоречия. И нет ли такой возможности, что они взорвут страну? И не станет ли в связи с этим Путин или кто-то еще новым Горбачевым? Не начнется ли новый разговор о разоружении, о разрядке напряженности, о перестройке и о последующей сдаче? Ну, смотрите, на самом деле ни о каких внешнеполитических успехах путинского руководства говорить не приходится. В чем успехи? В том, что мы превращаемся стремительно в страну-изгой. Ну, это понятие относительное. В каком смысле США страна-изгой? Вот. Страна, которая пытается кого-то запугивать, обладая полуторами процентами глобального продукта, против примерно сорока у стран НАТО. Страна, у которой военный бюджет уже не посильный по экономической ситуации, в 10 раз ниже, чем у Соединенных Штатов Америки, кого мы можем напугать? Другой вопрос, что Запад очень старательно, по каким-то своим, видимо, соображениям, подыгрывает российскому руководству, изображая, что да, вот мы всерьез это воспринимаем, мы начнем принимать ответные меры. В результате вот эта вот спираль напряженности, которая в России работает в основном вовнутрь. Действительно, главная задача российской внешней политики – это задачи внутриполитические. Чтобы действительно на этой вот напряженности, нервозности, действительно делать то, что считает нужным делать элита. А народ потерпит не привыкать. Ну, кстати, сейчас, Степан Владимирович, вот я как раз об этом сейчас хотел вас спросить. Но не буду спорить относительно гнетания страха, но мне, наверное, не только одного мне, понравился разворот в российской внешней политике в 2014 году. Это было то, что мы давно ждали. Другое дело, что мы ждали более активного продолжения. И теперь мы вот о чем волнуемся. Действительно, рейтинг Путина высокий, и, видимо, будет высокий. Но внутренняя политика не стыкуется с внешней. И если все-таки мы вынуждены будем поступить со своими интересами, начать проводить политику а-ля Горбачев, соглашательскую, пораженческую, не приведет ли это не только к падению рейтинга Путина, а вообще к катастрофе всей системы? Народ скажет, а ради чего мы вообще терпели, ради чего страдали? Я абсолютно согласен с тем, что главный адресат нашей внешней политики – это, собственно, население. И здесь вот эти цели руководством страны и ставятся. То есть если бы речь шла о том, чтобы расширять какую-то сферу своего экономического влияния, то явно действия были бы не совсем такими, какие сейчас предпринимает руководство. То есть сейчас внешняя политика России – это направлено в основном на проведение показаний силы, и демонстрация силы, и, соответственно, углубление конфликта с западными странами. Очевидно, что в нынешнем состоянии российская экономика просто не в состоянии выдержать этой гонки. И я думаю, что это также очевидно и руководство страны. И поэтому главная здесь цель – не победить, не переиграть страны НАТО, а все-таки убедить свое население в том, что существующая власть – она необходима. Эта игра, естественно, может продолжаться достаточно долго, но все же у нее есть какие-то известные пределы. И вот падение доверия к разным институтам – это уже один из этих показателей. То есть если уже начало снижаться доверие к президенту, и, в общем-то, не только поэтому, на самом деле, исследование, то есть уже с конца весны этого года мы наблюдаем, что по разным показателям отношение к Путину, оно становится, я не скажу, что хуже, оно становится нормальней, в плане, что нет уже вот этого восхищения, обожествления лидера. И уже начинается, мы начинаем слышать вот те самые разговоры, которые были в 2013 году, 2012 году. То есть о том, что власть уже не сменяется, мы не видим новых лиц, новых идей в политике. Это, конечно, вызывает, с одной стороны, апатию, но, с другой стороны, определенная часть людей, она становится в противоречии, она, в общем, становится в оппозицию к существующей власти. И вполне возможно, что еще одной целью внешней политики, это просто проверка сил подконтрольных власти, проверка их сил, готовности удерживать и население, не только внешних врагов, но и население вот в том русле, в котором сейчас движется страна. Геннадий Иванович, но вообще-то, на самом деле, российский народ, русский народ всегда поддерживал власть во всех государственных инициативах, поддерживает и сейчас, это совершенно очевидно. И в этом плане нет необходимости, наверное, его так жестко угнетать и держать. Но если взять экономическую политику внутри страны, то, ну, мне так кажется, большинство народа ее просто ненавидит. Но почему власть в этой части так вот жестко, бескомпромиссно не прислушивается к народу? Почему здесь она не идет, на какие уступки? – Дело в том, что, вот надо обратить внимание, что примерно за 25 фактически постсоветских лет власть и правительство в частности, да и президент очень много говорят о том, что нам надо помогать среднему и мелкому бизнесу и таким образом наращивать в процентном отношении средний класс. Вот постоянно об этом говорят. Естественно, я как социолог неоднократно обращал на это внимание и следил за вот этой динамикой роста среднего класса. И когда он вот растет, 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 достигая примерно 25%, да, особенно в крупных городах, до 40%, вдруг этот средний класс каким-то образом резко опускает каким-то образом. То каким-то дефолтом, то экономическими какими-то кризисами или еще что-нибудь. Причем я считаю, что власть это делает целенаправленно во многих случаях. Ну, не далее как два года назад, я помню, как правительство Медведева приняло закон увеличить налог в два раза на мелкий и средний бизнес. Наверное, тоже помнят коллеги, да? И таким образом сразу где-то порядка за 2-3 месяца порядка 400 тысяч предприятий было просто-напросто ликвидировано на корне. Что это значит? Если даже по одному человеку взять, это полмиллиона людей остались без средств к существованию. А ведь мелкий и средний бизнес, особенно мелкий бизнес, он в основном носит социальный характер. Он даже существует не для того, чтобы давать доходы государству, какие-то там потенциалы какие-то большие у него, а для того, чтобы просто кормить себя и своих хотя бы ближайших родственников. Чтобы люди были чем-то заняты. Просто люди были заняты, они не будут туда бастовать, они не будут сходить на улицы. И таким образом с 25% сразу средний класс за какие-то полгода снизился где-то до 14-15%. Я считаю, что это делается целенаправленно. Почему? Потому что средний класс, он самодостаточный класс. И средний класс, и демократия, они неразрывны. Такие люди активны в политических и в других смыслах. Что сделали эти люди, которые лишились своего предпринимательского дела какого-то? Они, естественно, ушли в охранники, они частично уехали за границу, они уехали, может быть, там где-то в деревню бабушки и просто-напросто копают картошку и живут потихоньку. Они уже просто-напросто разочаровались и никогда не вернутся вот к этому делу, которому, может быть, они стремились подсветить всю жизнь. Вот поэтому в данном моменте, вы понимаете, этот средний класс уменьшается и растет больше процент патриархального населения, который фактически надеется на государство, надеется на пособие, надеется на пенсии, на какие-то дотации. И, естественно, это население, как уже здесь говорилось, оно, естественно, более послушное. Вот, оно больше, как говорится, доверяет государству или вынуждено как бы доверять государству. Я хотел сказать, доверяет совсем не больше. Да, да, вынуждено доверять государству. Вынуждено подчиняться. Да, вернее, даже вынуждено подчиняться государству. И уже, ну ладно, раз уже не случилось, так что же, то что-то не случилось. А ведь очень многие молодые и талантливые люди уезжают за границу, и этот процент уезжающих не утихает. Значит, это очень неэффективная политика, если мы готовим людей в вузах, затрачиваем огромные ресурсы на это, и потом вот он, замечательный специалист, и, естественно, потом его зовут там где-нибудь в Силиконовую долину, и он там работает фактически на наших потенциальных противников. — Будучи подготовленными за деньги наших налогоплательщиков. — Естественно, будучи подготовленными за наших налогоплательщиков. Это абсурдная ситуация, совершенно абсурдная ситуация. Это говорит, во-первых, о неэффективности экономики, во-вторых, говорит о несправедливости распределения валов внутреннего дохода, и, в-третьих, о, я бы так сказал, и коррупционности, и, я бы сказал, о такой циничности нашей власти, которая таким образом поступает. — Мы каждой нашей программе проводим на сайте опрос, и вот мы сейчас предложили такой вопрос нашим зрителям. Что является причиной падения авторитета основных общественных государственных институтов в России? Непрофессиональный пиар — 4%, подрывная работа Запада — 3%, ухудшение экономической ситуации — 10%, нежелание политиков и общественных деятелей прислушиваться к народу — 83%. Вот, Степан Владимирович, в свете этого опроса, вот не секрет, что в демократии, в западной демократии, которую мы, к сожалению, переняли, выборы существуют для выпуска пара, чтобы люди могли выразить свое неудовольствие. А у нас совсем наоборот. У нас при явном падении рейтинга одной из партий, эта партия набрала конституционное большинство, да еще с запасом. Свидетельствует ли это о том, что власть не желает слушать людей и те данные рисует, какие ей нужны, какие ей хочется даже? Но я все-таки не соглашусь, что только для выпуска пара, все-таки это реальный инструмент смены власти. Это не совсем просто выпуск пар. Вот в тех условиях, которые мы поставлены, это фактически безальтернативность какой-то власти. К сожалению, вот та система, которая, смешанная система формирования парламента, которая была в этот раз, она вот эти возможности людей как-то чуть-чуть изменять в конфигурации власти, она эти возможности снизила. Во многом за счет одномандатных округов, когда, как уже справедливо заметили, власть имела гораздо больше возможностей, Единая Россия имела гораздо больше возможностей, административный ресурс для того, чтобы провести своих кандидатов. И, как я уже сказал, приходили люди, которые готовы играть в рамках вот этой системы. И, естественно, они, получается, голосовали два раза. То есть мы выясняли, что является для людей самым главным, когда они решают, за кого проголосовать, какого кандидата в одномандатном округе. И они говорят, что самое главное – это то, какая партия его поддерживает. Соответственно, если пришли люди, поддерживающие Единую Россию, из одномандатиков они выберут, скорее всего, того, кто от Единой России идет. И таким образом они увеличили свой разрыв, пригласив свой электорат, а другой он фактически остался не приглашенным на выборы. Можно напомнить, что Единая Россия выставила своих кандидатов в 203 округах, и из них победила в 203. Да. Павел Михайлович, вот Советский Союз. В нем, с одной стороны, были некие сакральные фигуры политиков, это Ленин, Сталин, которые воспринимались выше, скажем так, чем обычные люди. Но это, может быть, для российской традиции всегда было свойственно, когда некие непререкаемые моральные авторитеты. В то же время представительные органы были так устроены, и такое количество было представителей, что фактически любой более-менее социально активный человек имел возможность побывать депутатом. Сейчас нет ни того, ни другого. Вот насколько важно для России, чтобы были какие-то моральные ориентиры, ну, не непререкаемые, но просто, чтобы они были. А с другой стороны, чтобы люди, которые хотели бы принять участие в государственном управлении, хотя бы на низовом уровне, хотя бы на муниципальном, не говоря уж о Государственной Думе, чтобы они могли это сделать. Нет никакой обратной связи с народом. Ну, я сейчас немножко сначала вернусь к предыдущему вопросу. Ведь последние выборы поставили два рекорда. Первый рекорд – это количество депутатов Единой России в Госдуме. Второй рекорд – это крайне низкая явка на выборы. И то, наверное, приписанная во многом. Да, если очистить от этих приписок, то это порядка 40% избирателей. Это само по себе показатель крайне низкого доверия к власти. А если взять промышленные регионы, то, наверное, и вдвое ниже. Да, еще ниже. Совершенно верно. Но взяли большие граждане. Вот. Что касается заданного вами вопроса, Ленин, наверное, действительно был фигурой достаточно неоспоримой. К Сталину после 1956 года было более сложное отношение, естественно. Оно волнообразно изменялось. Были разные настроения. То, что я еще в начале 80-х годов назвал народным сталинизмом. Как проявление как раз оппозиции по отношению к тогдашнему руководству. Нет, нет. Я знаете, тут я эти явления, кстати, видел. Я помню, даже я это застал, когда у шоферов на лобовых стеклах были портреты Сталина. Но я о другом. Вот эти фигуры, они помогали во многом стабилизировать систему. Сейчас, скажем, фигура Путина, она тоже помогает стабилизировать систему. Но, тем не менее, она достаточно нестабильна. Она уйдет, если, допустим, Владимир Владимирович Путин. Чем она будет стабилизироваться? У нас сейчас нет никаких моральных авторитетов. Нет никаких ориентиров. Здесь проблема, я думаю, не столько в персональных моральных авторитетах, сколько действительно в отсутствии каких-то объединяющих значительную часть общества людей. Когда действительно третье десятилетие навязывают, что главное в жизни это бабло зашибить, как бы на этом единство в обществе не построится. То, что там фигура вождя, фюрера, дуча и так далее, может какое-то время выступать субститутом этих утраченных моральных ориентиров, да, но это делает систему крайне хрупкой. Действительно, как бы уходит вот этот вот человек на авторитет, который... И мы сталкиваемся... А другая составляющая... Ладно, с этим понятно. Другая составляющая, это все-таки народная демократия. Ведь вы же не будете отрицать, что в советское время большое количество людей имели доступ к представительному органу власти. Сейчас фактически только профессиональные политики, которые с этого живут. Тут нужно идти как раз по пути реальной демократизации политической системы, то есть возможности создания не декоративных, а реальных партий, свободы выдвижения кандидатов, равенства доступа этих кандидатов к средствам массовой информации, то есть все то, чего у нас не существует. Да, время программы, к сожалению, к концу подходит, но вот тем не менее, такое ощущение, что власть ничего менять не будет. Вот вы сказали, что надо повышать, а кому надо? Власти это не надо. У нее и так все хорошо, для нее все стабильно. Это действительно так оно и есть. Или дело, наверное, все-таки не в нехватке денег у нас в стране, а именно в том, что вот для власти сложилась определенная стабильность, и ничего менять ей не надо, ей реформы не нужны. Я думаю, что главная проблема в отсутствии какого-либо стратегического планирования и мышления. То есть власть, она может хорошо просчитать тактически, что здесь она может выиграть, здесь она может кого-то не допустить до выборов, здесь переиграть, переменив правила. Ну, в принципе, ее все устраивает. Да, вот статус-кво устраивает, но стратегии какой-то, что будет, нет. И мы это видим по лихорадочным действиям, когда что-то постоянно меняется, там, то бюджет на один год, то на три года, то он не сошелся, то сошелся. И вот уже сама вот эта неуверенность, она говорит о том, что нет никакого плана на какой-то значительный срок. Нет у самих тех, кто находится во власти, уверенности в том, что эта ситуация будет продолжаться многие годы. И уже сейчас есть разговор о том, что, в принципе, президентские выборы могут быть досрочными. Вот в связи с этим последний вопрос, поскольку программа заканчивается. Я задам один и тот же вопрос всем. Павел Михайлович, начну с вас. Так что все-таки ждет российское государство, российский народ и российскую экономику? Ну, пока, вот по тем тенденциям, которые есть, это будет постепенное скольжение вниз. Достаточно постепенное и поэтому не приводящее к резким социальным потрясениям. Но накопление внутренних напряженностей, которые в какой-то момент могут взорваться. И там очень сложно предсказать, что из этого будет. Ну вот Владислав Иноземцев, экономист, он говорит о управляемое падение. То есть власть, она пытается смягчить вот это приземление, которое неизбежно, несмотря на то, что дно мы все время каждый раз, каждым годом проходим, но тем не менее, явно, что оно еще не наступило. И полное отсутствие какого-то стратегического планирования. Геннадий Иванович, а ваше какое видение будущего? Ну, я вот вижу, что наши элиты больше переживают за санкции, связанные с тем, что их капиталы и их выезд за границу ограничены. Они не очень беспокоятся о том, что ВВП наше сокращается, и народ живет все хуже и хуже. Вот такая элита, она все-таки не патриотичная. То есть, и мы видим, что десятилетиями фактически тусуются вокруг правительства, президентской администрации одни и те же люди. И это настораживает на то, что все-таки власти не собираются радикально менять подход к экономике. Не создают реальные экономические механизмы, свободный рынок, конкуренцию и так далее. А если борются с коррупцией, то это больше похоже на такую клановую разборку каких-то вот группировок олигархических. И это все печально, и я тоже согласен с моими коллегами. Если каких-то радикальных изменений делать, то мы можем прийти к очень печальному финалу. Ну, я-то все-таки в этом плане оптимист. Я думаю, что логика истории продиктует властям все необходимые изменения. А с вами была программа «Точка зрения». Я ее ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова